Друзья, всем здарова, с вами проект Ferrum.com, я Сергей Шихайлов, и сегодня мы говорим про Galaxy A7 2018. Аппарат наконец-то к нам добрался, наконец-то мы его получили, сейчас будем с ним знакомиться. Он предоставлен интернет-магазином Galaxy Store.com.ua, ссылка на этот продукт в их каталоге будет ждать вас в описании данного видео. Там же будет линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. Собственно, мне помогают по традиции Си-Си-Сяо, позитивная энергия, а также I am your grandfather moros и целые две елки. Так что видео должно быть положительным, хоть и без сценария. Если вам видосы без сценария живые нравятся больше, напоминаю, что у нас есть второй канал, который называется Ferrum Live. Он в рекомендациях у нас висит, можете переходить и подписываться. Мы начинаем. Таким макаром выглядит у нас устройство. На лицевой панели у нас есть стекляшка, дисплей и включаю Play Market, и вы видите, что и рамки. При этом они очень заметны как сверху, так и снизу, как слева, так и справа. Это не очень хорошо, учитывая то, что аппарат стоит, по-моему, 350 баксов за версию 4.64 официально в Украине. Странно такое видеть в продуктах от суперлидера рынка, который побаловал нас S-ками в этом году, в прошлом году практически безрамочными, как минимум по бокам, со скругленным дофига экраном и так далее. Но, как минимум, точно многие это проглотят. Тыльная сторона. У нас также дофига стеклянная, у нас также дофига красивая резкость. Вроде есть, вроде не промахнулся. Выглядит аппарат очень по-богатому, очень красиво, очень интересно. А леофобки, к сожалению, вот на этой стекляшке нету, но я себе смело предполагаю, что это особенности нашего тестового семпла. То есть, это не магазинный образец. Вот такие пирожки. Из интересностей по корпусу также отмечу то, что рамка у нас, она же ребра и торцы. Почему-то пластиковая, а не металлическая, хоть за 350 баксов пока фон F1. Большой привет. Я не понимаю, почему вот такие вот у нас тут дела. Плюс у нас есть мини-джек, это очень приятно. Плюс у нас micro USB порт, это очень приятно. И вот что прям супер-пупер дофига приятно, это лоток. Если вы не знали, вдруг, то иногда даже такие бренды, как Samsung, могут не просто там сделать хороший продукт, а прям очень порадовать. И вот этот гаджет есть с этой задачей справляется на ура. Потому что в его лоточек можно установить и микросим-карту, и две нано-симки. Это очень хорошо, и многие за такой особенностью смартфона гонятся, потому что они не желают жертвовать дуал-симом и хотят иметь возможность расширить память. Помимо того, интересной особенностью корпуса является то, что вот на этом торце у нас живет кнопочка вкл. Она тут, как вы видите, в такой выемке прописана. Вот мы можем гасить экран, можем подсвечивать. И представьте себе, я сейчас даже протру пальчик. У нас тут еще и сканер пальца живет, который почему-то сейчас вот не хочет работать. Напоминаю, что образец у нас тестовый. Мы еще раз выключим экран, прислоним пальчик. Мы не узнаем пальчик. Тем временем мы разлочим, введем пароль. Окей, еще раз. Тестовый образец. Но это не помешает мне показать вам работу распознавашки морды лица. Собственно, мы лочим экран. Вы видите локскрин. Я поворачиваю на себя. Готово. Работает стабильно, но очень не быстро. Показываю еще раз. Погасили. Локскрин. Готово. Стабильно, но очень не быстро. Третий раз показывать не буду. Но мы еще раз попробуем задействовать сканер пальца. Оп. Не. Во. Прошло. Сканер пальца расположен, как по мне, в очень правильном месте. Реально у тебя пальчик, как минимум, кто-то очень жаловался, что я нежные слова часто говорю. Твой палец в этом месте или рядом с тем находится достаточно часто. Поэтому вот твое рабочее положение, твой хват смартфона, прислонить сюда палец, это удобно. Видимо, потому что сам сканер у нас, ну прям очень небольшой. Вот, вы видите, какой он малепусенький. Наверное, ему сложно справляться с пальцами взрослого человека. Я не знаю, как это еще объяснить. Ну и плюс тестовый сэмпл, как я уже говорил. По корпусу суммарно все хорошо. Все собрано очень даже непогано. Щелей зазоров я не наблюдаю. Хоть этим образцом пользуюсь я не первый. Он уже пришел с царапульками. Вот. Но каких-то, блин, скрипов во время использования я не ощущаю. Телефон на ходу не разваливается. Возвращаясь к вопросу царапулек, надо чехлить инфа двухсотка. Потому что стекляшка у нас и спереди, и сзади. И если он упадет, то ему, скорее всего, точно кирдык, если без чехла. Но он же еще и царапается, даже при бережном обращении. Так что возьмите это во внимание. Мы переходим к экрану, который у нас, конечно же, есть. Который у нас, к слову, имеет разрешение 1080 на 2220 точек. И это у нас, конечно, AMOLED. Установлена черная картинка. Черный цвет действительно очень даже приятный. В настройках у нас есть пункт дисплей. И тут, как вы видите, хреново туча различных ползунков. Кроме автояркости, есть фильтр синего. Есть переключашка режимов дисплея, которая повышает контрастность, насыщенность и так далее. Хотите сделать сами, нажимаем вот здесь. Регулируем красноту, зеленоту, синевоту, даже скорее фиолетовоту. Можете сделать картинку более холодной, более теплой. Как угодно. Хотя, по-моему, тут, да, вот тестовый сэмпл, по-моему, не совсем правильно. Это дело работает. Я надеюсь, что в коммерческих все будет хорошо. Настройки экрана по полной программе. Двигаемся дальше. Еще одной интересной особенностью данного экрана является поддержка им функции Always On Display. Сюда выводится время, дата, уровень заряда АКБ, а также уведомление о том, что у вас есть уведомление от приложений. Это очень хорошо, это очень приятно. Хорошо, что есть это не только во флагманах, типа там Galaxy S9+, но и в более простых устройствах. Помимо того, как мы видим, опять-таки, на погашенном экране, у нас есть вот тут вот виртуальная кнопка. И если на Galaxy S9+, опять-таки, который у нас тут где-то в офисе валяется, сильно на эту кнопочку нажать, то пробудется экран. И, как бы, можете заюзать, например, распознавашку лица и залогиниться таким образом в устройство. Тут мы не распознаем силу нажатия, но если по кнопке тапнуть дважды, то экран подсветится, вы мордочку наклонили, вас узнали и вы работаете дальше. Сканером пользоваться не обязательно. Дальше, по экрану. Собственно, минимальная подсветка, пожалуйста. Вот, минимум. На черных обоях. Так, почти ничего не видно. Мы откроем Play Market. И тут уже видно значительно лучше. Теперь мы посмотрим на максимум. Есть. Да, 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 хорошо. Максимум. И теперь мы еще посмотрим на яркий Play Market. По-моему, очень даже ярко. И в этом плане претензий нема. Я на этот смартфон в яркий солнечный день делал фотки. Сейчас на улице зима. Вроде бы как и не очень ярко, но с другой стороны свет отражается. От снега которого до хрена везде. И вы знаете, не слепился экран. Он читался замечательно. Последний штрих по дисплею. Это углы обзора. Резкость есть. И мы поехали. Все суммарно очень даже неплохо. Да, у нас тут AMOLED матрица, как я говорил. У нас цвета насыщенные. Но даже для AMOLED матрицы это применимо. Если бы я подсветку выкрутил на максимум. И мы смотрели бы на углы обзора. То казалось бы, что они прям вообще идеальные. И картинка и не искажается. И читаемости не теряет. Так как у нас подсветка составляет где-то чуть меньше трети. То да, складывается ощущение, что читаемость может чуть-чуть пропадать. Следующий момент это железо. Я смотрю свою шпаргалку, потому что извините, я такое дело в голове не ношу. И вижу, что у нас здесь установлен Exynos 7885. Mali-G71 в нашей версии 4 гига оператива и 64 гига встроенной памяти. И под это дело мы, конечно же, посмотрим скриншоты. Начнем с самого малоприятного скриншота для данного смартфона. Вот вам результаты в тесте производительности 3D Mark. Это конкретно тест графики. Такие себе цифры я вам говорю сразу. Опять-таки тест графики в Geekbench. Следующий момент, тест процессоров Geekbench. Это вот, не будем отходить от кассы, сразу прокомментирую. Камера у нас, как видите, работает замечательно. Раз уж мы случайно на этот скрин сейчас попали. И поэтому в примерах фотографий вы будете видеть только фотки в обычном режиме. Потому что в нашем тестовом образце нормально остальные режимы не работают. Продолжая вопрос скринов. Вот вам скрин в Antutu. И, собственно, дальше пошла у нас уже батарейка. В реальных условиях использования аппарат показывает, в принципе, абсолютно прекраснейшее быстродействие. В YouTube, прослушивании музыки. Что еще? Ковыряние в оболочке. Я не знаю. Там какие-то очень легенькие игры. Но если нагрузить этот аппарат по полной программе. То есть запустить, например, танки. То есть, например, запустить PUBG. То говорить про высокий FPS при высоких настройках не приходится. В танках вы будете получать на высоких настройках на первой катке. Да, 50-60 FPS. Но на второй, ну максимум на четвертой. Это уже будет 30. А на шестой это уже будет 15. Поэтому графику придется понижать по-любому. И для того, чтобы FPS был стабильным и приятным. И графика была хоть какой-то сносной. И надо выбирать средне-низкие настройки. И тогда, да, 50-60 FPS. Хоть на первом, хоть на пятом, хоть на двадцатом бою. Телефон, конечно, будет греться. Но зато игра не будет лагать. Так, что еще я хотел вам показать. Следующая пачка скриншотов. Это у нас скрины автономности. Вот такое количество баллов мы набираем в тесте автономности от Geekbench. Вот кривая разрядки. Она практически ровная. Это очень хорошо. И умерли мы за 4 часа 14 минут. Я не помню, это все. Нет, это не все. 5 часов 37 минут мы выдали в PCMark. И вот на этом уже все. В реальных условиях использования. Аппарат от своего полностью заряженного аккумулятора легко живет сутки. То есть вы сегодня утром зарядили. Завтра утром его опять придется заряжать. Но это, с другой стороны, в принципе, нормально. Самсунг не позиционирует это устройство как охренительный долгожитель. Или что-то в этом духе. Это просто аппарат, который не будет стеснять своего пользователя автономностью. И будет смело ему, абсолютно смело давать нормальный, такой насыщенный рабочий день активности. Это, несомненно, хорошо. Теперь мы открываем любимейший клип Дмитрия Леонида, Вечером Штайн Зоны. Кто хочет возвращения Инна Кола Сонг, пишите об этом в комментах. Тикс. Телефон по центру кадра есть. Зоны есть. Пауза есть. По-моему, нам надо минута 40. То есть это где-то вот это место. Мы крутим на максимум нашу громкость. И мы слушаем, как звучит мультимедийный динамик. Не сильно, что по громкости, что по деталям. Но мы послушаем еще крапаль. Никакого стерео здесь нет. Динамик работает в одиночку. Во всяком случае, в рамках нашего тестового образца ситуация такая. Звук нормальный. Если вам надо, чтобы телефон до вас докрикивался просто, там, звоночек, когда вам кто-то звонит, смс-очка и будильничек, динамика, во. Но если вы собираетесь слушать через него кино, можно сказать так, и наивно надеетесь получать от этого процесса удовольствие, вы пришли чуть-чуть не по адресу. Такие пироги. Звук через наушники я назвал бы очень неплохим по одной причине. Тут есть мини-джек. В остальном у нас звучание такое же, как и в любом среднестатистическом Android смартфоне. То есть у нас нет какой-то резкости, у нас нет колкости. Бас приятно ощущается, естественно. У нас есть эквалайзеры. Если вы подключите сюда хорошие наушники и закачаете музыку, естественно, в высоком качестве. Да, от прослушивания музыки кайф можно будет получать. Это не аудиофильское решение. Этот телефон просто нормально звучит. Я не знаю, что еще. Софт. Давайте поговорим про софт. Почему бы и нет. Есть резкость. Мы идем в настроечки. Мы листаем в самый низ. Про телефон. Так. Программное забеспечение. Android 8.0.0. Версия Samsung Experience 9.0. Пока этот аппарат был у меня на руках, он ни одного обновления не поймал. Рассказывать что-то вам на эту тему я не могу. Потому что нечего. С точки зрения софтверной, оболочка от Samsung это очень даже насыщенная такая штука. Тут есть настройки и для дисплея, и музыкальная, и двухоконный режим. И ля-ля, и тополя. Тут настроек хреново туча. Если вы любитель кастомизации смартфона под себя, вам это очень понравится. Я вам гарантирую, есть и темы. Ну короче, темный лес. Помимо того, есть и недостаток у Samsung Experience. Это достаточно громоздкая такая оболочка. И поэтому, если я ничего не путаю, то существует эта версия аппарата. И с 6 гигами оперативной памяти я бы брал ее. Потому что оболочка пожирает оперативу. И если вы хотите купить этот аппарат и не менять его годика два, я бы брал максимальную версию. Такие пирожки. Ну и на прощание, конечно же, камера. Я еще раз всем невнимательным покажу вот этот скриншот. Есть. Как вы видите, Сережа пытался переключить. Переключить. Сейчас покажу, что я пытался переключить. Есть. Селфи. Здрасте. Переворачиваемся. Сережа пытался включить Wide Angle или как он там называется. В общем, широкую линзу. Супер широкую. И камера на этом деле тупо залипает. Если мы включим ее все-таки. Она вроде начинает работать. Но в итоге мы заходим в галерею. Так. Ну, что это за приколы? А у нас залипла галерея. Ничего, мы ее сейчас перезапустим. Это не проблема. Мы заходим в камеру. И мы получаем вот такие широкоформатные фотографии. Круто! Собственно, обычные фотки мы можем посмотреть. Смотрим. Вот такие кадры мы можем получить в относительно неплохом освещении. Суммарно контент получается сносным или даже чуть лучше. Иногда HDR реально приходит на помощь. И тогда кадр не просто становится резким, но еще и более-менее, скажем так, читабельным. Даже в тех местах, где мы могли бы получить черную мазню. Что суммарно очень даже хорошо. Но стоит ли вот этот вот контент 350 баксов? Ну, я как бы в этом, откровенно скажем, сомневаюсь. Оценить другие режимы съемки, как я сказал, у нас не получилось. Поэтому посмотрим на видео. Как по мне, ролики не пугани. Они далеко не самые лучшие в мире. И что, опять-таки, лично для меня, скажем так, достаточно плачевно. Это то, что 4К смартфон писать не умеет. Я вам сейчас покажу, что именно он писать умеет. Смотрим. Есть разрешение. Разрешение видео. У меня выбрано Full HD. Вот. Можно еще. Вот. Размерчик побольше. 2.2.4 на 1080. И 1440 на 1440. 4К за 350 баксов. Нема. Выводы. Стоит ли этот прекраснейший смартфон своих денег? По моему личному мнению, нет. Да, он красивый. Да, он тоненький. Да, он легенький. Да, у него есть NFC. Да, он, в принципе, нормально фотографирует и живет один день. Если вот этого всего вам достаточно для того, чтобы забашлять такие деньги, берите, пацаны. Вы вообще не пожалеете. Особенно в том случае, если мир к Xiaomi, Meizu и всего вот этого вот для вас закрыт. Это просто мрак. Но если вы понимаете, что китайцы могут очень больше за эти деньги, я бы вам рекомендовал бы посмотреть на конкурентов этого аппарата. В частности, есть классное устройство, которое называется Pocophone F1, который стоит дешевле, и там нету NFC. В остальном он лучше. Парам-парам-пам. Но суммарно для ценителей, для любителей бренда, да, можно брать. Еще раз большое спасибо интернет-магазину GalaxyStore.com.ua за предоставленный на тест-девайс. Ссылка на него будет ждать вас в описании этого ролика на YouTube. Там же будет линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей и Шихайловы, проект Firm.com. Тыкаем лайки, подписываемся на канал и делимся этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok